Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья и сестры, каждый из нас так или иначе сталкивался с такой бедой, как авария. Кто-то, возможно, был участником, кто-то свидетелем, а кто-то потерял близкого в ДТП. Печальная статистика аварий на дорогах. Еще печальнее количество жертв. Прежде чем записать этот ролик, я долго изучал статистику в интернете и был просто шокирован. Такого нет нигде. Дагестан часто оказывается лидером по количеству смертей на дорогах. Так гласили заголовки статей. Я сам за рулем и часто сам вижу картину, когда беспечность, невежество и, скажу даже, безмозглость людей создают аварийную ситуацию на дорогах. Даже в условиях карантина, когда большая часть населения сидела дома и практически пустые дороги, в соцсетях и в СМИ я то и дело видел публикации о ДТП. И со смертельным исходом тоже. Водители, не предприняв никаких мер для безопасности на дорогах, легкомысленно перекладывают ответственность за исход вождения на Всевышнего. Говоря, так было суждено. Видимо, многие забыли хадис, в котором пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, приказывал бедуину сначала привязывать верблюда к стойлу, а потом уповать на Аллаха. Мусульманин должен верить в судьбу и предопределение, но также не должен нарушать установленные правила и законы. Законы шариата оберегают и защищают жизнь человека. В них узаконены нормы, которые обеспечивают сохранность жизни человека, предостерегают от покушения на его неприкосновенность и предотвращают от убийства или нанесения какого-либо вреда. В Уране говорится смысл. Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Каждый водитель должен помнить, что из-за его халатности и безответственности, из-за несоблюдения правил обслуживания и вождения может произойти авария. И что за это ему придется держать ответ и в этом Дунея, и в мире вечном. Ведь сколько родителей остались без детей? Сколько детей и жен не дождались своих кормильцев домой? В Уране говорится Каждый человек является заложником того, что он совершил. Мы, мусульмане, многие из нас вешают в машины аяты из Урана, религиозную атрибутику. Через раз от нас слышно «Альхамду лиллях», «Субханаллах», но при этом мы даже не пытаемся соответствовать этике мусульманина. Этике правил поведения за рулем. Грубно нарушая правила вождения, «Хамим», сквернословим. Тогда как Всевышний Аллах говорит Не бросайте себя своими же руками в опасность, в погибель. Но если водитель грубо нарушает правила, выезжает на встречную полосу, садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, не является ли это тем, что он сам себя своими же руками каждый раз бросает в опасность? А в заключении я хочу, чтобы, садясь за руль, вы вспоминали, что в хадисе пророка Мухаммада, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорится «Инна Аллаха юхиббу, изя амиля ахадукум амалян, ан юткинаху». Поистине Всевышний Аллах любит, если один из вас делает какую-то работу, чтобы он выполнял ее прилежно, в совершенстве. Если мы делаем какое-то дело, совершаем какую-то работу, мы должны его делать прилежно. И еще пророк Мухаммад, салли Аллаху алейхи вассаляма, в другом хадисе говорит «Ла юмину ахадукум, хатта юхиббали ахиихи, на юхиббули на все». Не уверует один из вас, не станет полноценной верой одного из вас, пока он не будет желать своему брату того же, что он желает для себя.